Привет, друг! Ты на канале J-Centers, меня зовут Джон Кормилицин, и это новостной CG-выпуск. Сегодня поговорим про обновление MetaHuman, бесплатное обучение от J-Centers, бесплатная веб-версия Photoshop и, конечно же, Blender 3.2. Состоялся выход обновленной веб-версии Light Tracer Render 2.3.2. Теперь она должна работать на сенсорных устройствах, как и обещали. Эту версию можно использовать для набросков проектов прямо на ходу. А после можно поделиться проектом по ссылке с коллегами для обмена идеями. Команда разработчиков тестировала его на новом iPad Pro на базе чипа M1. И по описанию работает она вполне неплохо. Кто уже пробовал, поделитесь как на ваших планшетах. И какая у вас модель, конечно же. Последняя сборка рендера получила все недавние обновления нативной версии. Например, онлайн-библиотека PBR материалов, студийных HDR и Environment Maps. К тому же расширили возможности анимации. Ссылочка на веб-версию в описании. Ждем отзывы. Перед прошлым выпуском новостей состоялся выход Blender 3.2. Многие уже ознакомились с релизом, поэтому максимально кратко. Обновление не такое крупное, как прошлые. Итак, в рендере Cycles включили Light Groups. Теперь можно настраивать дополнительное освещение без повторного рендеринга. Что в разы ускоряет рабочий процесс, как вы понимаете. К тому же функционал не завязан на Cycles и может появиться и в Eevee. Добавили поддержку каустики и размытие движения для Volumes. А это уже что-то новенькое и интересное. Обновили инструменты для 3D рисования. И это, кстати, одна из основных целей на 2022 год. Облегчили рисование в режиме скульптинга и Vertex Paint. И, возможно, самое больное, это то, что Geometry Notes больше не совместим с более ранними версиями Blender. Кто уже перешел на эту сборку, поделитесь, много ли багов и вылетов. Все нововведения по ссылочке в описании. Ах да. И еще теперь Blender поддерживает GPU-рендеринг AMD в Linux и Windows. Работает с видеокартами на архитектурах RDNA и RDNA 2. Повышена общая производительность и оптимизировано множество процессов. Друзья мои, мы начали обучение в составе на 400 человек. Ребята уже начинают делать хорошие результаты по трем направлениям. А это персонажники, анрильщики и ригеры плюс аниматоры. Заместо того, чтобы делать всратую коллабу с китами и просить оставить ссылку в описании, мы прокачиваем скилл продвижения себя. И ребята записывают ролики на YouTube и Инсту под хэштегом 3D старт. И выдают 3D-результаты в короткие сроки, которые закинут также в социальной сетке. Сейчас вы, кстати, смотрите ролик одного из участников обучения. Так что приглашаем всех крутых художников для стримов и совместного продвижения. Пишите в личное сообщение в Телеграме. Один из наших подписчиков поделился серией тутеров по метасаунд для Unreal Engine 5. Кто не в курсе, с помощью этой аудиосистемы можно задавать процедурные звуки прямо в движке. Только учитывайте, что работает это на основе нодов. В плейлисте около 36 мини-уроков и думаю он будет еще пополняться. Кто уже использовал метасаунд, поделитесь своими советами. Переходите к нам в Телеграм-чат и там есть отдельный пост, где напишите все косяки и расскажете о прикольных фичах. Не забывайте о бесплатном контенте на июнь. В этом месяце на Unreal Engine Marketplace выложили площадь с храмом в греко-римском стиле. По сути там модульная среда с PBR материалами и текстурами в 4К. В паке всего около 80 моделей. Также залили MoveIt, это наполовину процедурная система передвижения для Unreal Engine 4, предназначена для всех типов игр. Обязательно сохраните, пусть лучше уж будет в библиотеке, чем потом докупать что-то. Еще появился низкополигональный монастырь в горной местности. Учитывайте, что он довольно стилизованный. Помимо прочего, поделились строительной площадкой с управляемым погрузчиком. Весь осет собран из сканов реальной местности. Ну и напоследок, можно захапать вокзал викторианских времен. Как и в первом паке, это модульная система с PBR текстурами. По описанию можно использовать в играх и подходит для AAA качества. Все осеты найдете по ссылочке в описании. Состоялся выход нового MetaHuman. Теперь можно свой собственный лицевой мэш или просто скан преобразовать в MetaHumana. Этого ждали все еще аж с самого запуска программы, в том числе и мы. Чтобы подогнать вашу модельку к топологии MetaHuman, система использует автоматическое отслеживание ориентиров, а после комбинирует его с выбранным типом тела. Главное не забывать, что возможны проблемки с текстурами волос и кожи, вероятно придется их корректировать. Но это уж куда не шло. И что не менее важно, поскольку Quixel Bridge теперь интегрирован в Unreal Engine, MetaHuman можно добавить всего за пару кликов. Ну и помимо этого завезли другие фичи для риггинга. Есть 6 новых пост тела, больше вариантов одежды, 13 новых причесок, а также дополнительные стили бороды, усов, бровей и ресниц. Такое Sims в 3D. Подробности по ссылочке в описании. И в продолжение Meta-человека эпики с помощью MetaHuman вернули к жизни шамана, которому около 10 тысяч лет. Реконструкцией лица занималась команда Белградского университета. Там же в Сербии расположена компания TrueLater, ведущий разработчик технологии цифровых людей, и они, кстати, теперь часть Epic Games. Именно они принимали участие в разработке платформы MetaHuman. Но вернемся к шаману. Он обнаружен на берегу реки Дунай, в позе лотоса со скрещенными ногами. Для виртуальной 3D-модели были отсканированы сотни 2D-изображений, которые впоследствии шиты в реалити-кепча. После модель напечатали на 3D-принтере, дабы впоследствии сделать на его основе реконструкцию лица, добавив слои мышц и кожи из глины. Затем снова сканы и реконструкция в реалити-кепча. Ну и под конец провели сетку через Mesh to MetaHuman. И бац, у нас на выходе шаман, живший около 8000 лет до нашей эры. И тут поражают не только возможности цифровых технологий, но и работа археологов. Потому что анализ доступной ДНК показал, что у шамана была темная кожа, темные волосы и карие глаза, кстати говоря. Виртуальные и физические модели были представлены на выставке Dubai Expo 22. Подробности по ссылочке в описании. Открыт прием заявок на Unreal Student Showcase. О да, сегодня много эпиков. Работу можно отправить до 7 августа 2022 года. Не упускайте возможность показать свою работу тысячам людей. Форма для заполнения по ссылочке сами знаете где. Мы тут наткнулись на статью, где автор создает 3D материалы с использованием Daily 2 и Substance. Задумайтесь об этой нейронной сети, потому что ее, по-моему, слишком дохрена стало в новостях. В основу взяты обычные фотографии, сделанные на телефон. Далее они попали под обработку искусственного интеллекта Daily. А после подготовленная картинка поступила в Substance Sampler. Ну и напоследок Gigapixel AI увеличил разрешение. По словам автора, обработка каждого материала длилась от 45 минут до часа. Так что не кричите, что нейросети зло и так далее. Наоборот, ищите применение в работе. Как Daily выйдет в массы, можно встраивать в пайплайн, как говорится. Состоялся релиз Maya 2023.1. Обновление небольшое. Доработали буллин-моделинг, что еще больше облегчит создание сложных моделей. Например, теперь можно дублировать объекты, просто щелкнув их правой кнопкой мыши в стеке. К тому же устранили ошибку при работе с USD файлами. Улучшили и расширили поддержку бесплатной онлайн-библиотеки AMD Material X. А еще повысили производительность Arnold Render. Мы, кстати, в Телеге решили узнать, как много людей использует Arnold. И по факту выяснилось, что, грубо говоря, 80% комментов были о... О Блендере, конечно. Как оно работает, хрен его знает. Что думаете сами. Все подробности по обновлению, по ссылочке, в описании, конечно же. Adobe начал тестирование бесплатной веб-версии Photoshop. Пробный запуск начался в Канаде. Доступ к Photoshop идет через бесплатную учетную запись Adobe. В дальнейшем компания планирует сделать его более доступным для всех. Ну и, конечно же, не без главной цели. Настроить пользователя на покупку платной расширенной версии, конечно же. Настольная версия Photoshop, кстати, недавно обновилась до версии 23.4. Завезли функцию, которая деформирует плоское изображение для изгиба на цилиндрической поверхности. Это пригодится для создания упаковки различных бутылочек, баночек, стекляночек, скляночек... Ну вы поняли. Помимо этого, обновленный инструмент Object Selection теперь идентифицирует портрет и автоматически применяет выделение волос для создания маски. К тому же на YouTube-канале появилось видео, где продемонстрировали новый нейронный фильтр Photo Restoration. В описании пишут, что он восстанавливает старые фотографии одним челчком мыши, автоматически удаляя царапины, уменьшая шум и корректируя цвета. Дата релиза пока неизвестна. И еще Adobe-овцы выпустили Substance 3D Painter 8.1. Включили поддержку в систему управления цветом Adobe Color Engine, или кратко, АСЕ. Используемый Photoshop и Illustrator. Это альтернатива OpenColor I.O. И она дает более точную калибровку на выводе. Ну, конечно же, это же свое. Добавили поддержку физических размеров материалов, что облегчает подогнать масштабы. Да. Также подключили три новых вида запечки текстур и обновили функцию автоматической развертки UV. К тому же внедрили более 100 новых предустановок ноиза. Все нововведения по ссылочке в описании. Тут появилась информация, что пользователи из России и Белоруссии не могут скачать Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft. При загрузке выдает ошибку. И что самое интересное, согласно источнику, обойти ограничения можно с помощью VPN. Возможно, это оголоски прошлых ограничений и в марте компания уже приостановила новые продажи продуктов и услуг в России. Но продолжала поддерживать существующих клиентов и сохранила офисы. А, Microsoft офисы. Как все пойдет, дальше не ясно. Переходим на российские аналоги Linux, типа Astro и... Кто-то вообще покупал Windows? Ну и напоследок, дабы расслабиться от тяжелых новостей, наверное, уже все обсудили трейлер женщины Халка. А, точнее, графику. Выглядит так, как будто бы забыли, что такое CG Graphics OOO AO Production. Это, кстати, сериал. Надежд на него не так уж и много. Может, Marvel и решили не заморачиваться. Ждем выхода. Осталось, кстати, недолго. Где-то середина августа. Спасибо большое, друзья, за просмотр. Ставьте обязательно свои лайкосики. Заходите к нам в телеграм-канал. Закидывайте туда свои супер великолепные волшебные картиночки в пост с вдохновением. Вдохновляйтесь картинами, которые закидывают туда другие художники. И вдохновляйте новичков или, может быть, художников, которые с нами давно, своими какими-нибудь классными картинами с изюминкой. Конечно же. Вы же у меня молодцы. Вы же у меня шикарнейшие. Мы с вами двигаем индустрию. И, да, я немножко протяну еще время, потому что сейчас как раз идут те самые работы, которые мы туда закидываем. И до новых встреч, друзья мои. До свидания.